Добрый вечер! О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. С отбыванием наказания в колонии-поселении. Два года за диджея Смэш плюс два месяца за студента Кулакова. Бывшему депутату Александру Телепневу добавили срок. Собаки прибывают практически ежедневно покалеченные. Новое место, новые заботы. Станции скорой помощи для бездомных животных самой нужна помощь. Работа начинает играть какими-то новыми красками. Галерея Переход, одна из пермских промышленных площадок, стала необычным арт-пространством. Добавили срок. В мировом суде Ленинского района вновь огласили приговор в отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. На этот раз по поводу разбитого им лица студента Глеба Кулакова. Напомним, ранее бывшего народного избранника вместе с промоутером Сергеем Ванкевичем уже осудили за избиение музыканта диджей Смэш. Тогда каждого приговорили к двум годам лишения свободы. Теперь к этому сроку Телепневу приплюсовали еще два месяца. Суд также удовлетворил требования потерпевшего о компенсации морального вреда. Окончательно назначу Телепневу Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца с отбыванием наказания в колонии поселения, самостоятельным следованием к месту отбывания наказания, исчисляя срок отбытия наказания со дня прибытия в колонии поселения. Сыскать с Терепнева Александра Александровича в пользу Кулакова Глеба Михайловича компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей. Сыскать с Терепнева Александра Александровича в пользу Кулакова Глеба Михайловича процессуальные расходы в размере 215 тысяч рублей. У бывшего депутата есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Как только вердикт вступит в законную силу, Терепнев будет обязан явиться к месту отбывания наказания в одной из колоний-поселений Пермского края. Еще один приговор распускавшему руки вынес Пермский гарнизонный военный суд. По версии следствия, 21-летний солдат срочной службы из Дагестана довел до самоубийства 20-летнего военнослужащего из Магнитогорска, которого он систематически избивал и унижал. Напомним, солдат покончил с собой в январе этого года, повесившись в казарменной душевой на авиабазе «Сокол». На его теле были обнаружены синяки и ссадины. В ходе расследования выяснилось, что в военной части с попустительства офицеров процветала дедовщина. Командиры отстранили от должности, два десятка должностных лиц привлекли к разным видам дисциплинарной ответственности. Военная прокуратура требовала для подсудимого пять лет лишения свободы. Сам он своей вины не признал. В итоге суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Разбирательство по делу о банкротстве компании «Камская долина» Пермский арбитражный суд отложил до 3 декабря. Напомним, покупатели квартир в четырех из восьми домов жилого комплекса «Весна» в микрорайоне Парковой никак не дождутся новоселья. В отношении компании-застройщика введена процедура внешнего наблюдения. А сегодня могли ввести конкурсное производство, завершающую процедуру банкротства, но не ввели. Люди надеются, что за полтора месяца им хотя бы частично удастся решить свои проблемы. Каркас здания облицован кирпичом на данный момент только до седьмого этажа, а выгнанные стены, получается, монолитом до десятого этажа. Хотя, по факту, должно быть 16 этажей. Заплатили за воздух. Покупательница одной из квартир в недострое по угле Уральской 25 Татьяна Исаева мечтала справить новоселье в канун Нового года, еще 2016-го. Теперь же вместе с товарищами по несчастью вынуждена лишь издалека созерцать свою недвижимость от слова «не движутся». Все работы на объекте прекратились еще два года назад. Полторы сотни человек остались без денег и без жилья. На данный момент в ЖК четыре недостроенных здания разной степени готовности. Дома 98 и 100 по улице Переселенческой, а также 25 и 27 по Углеуральской. Люди отчаялись ждать. За два с половиной года у нас кто-то уже и умер от инфарктов, кто-то уже и развелся, остались дети без своих отцов, распались семьи. Кто-то в больнице оказался с инсультами, с инфарктами. Много всего произошло. Но в ответе никто за это не отвечает. Застройщик ЖК «Весна» – общество с ограниченной ответственностью КД «Девелопмент». Входит в компанию «Камская долина», которая сейчас в процедуре банкротства. Позади так называемая стадия наблюдения. Временный управляющий Лев Шляпин, выступая в арбитражном суде, объявил – анализ финансовой хозяйственной деятельности предприятия завершен. Результат неутешителен. С учетом анализа коэффициентов платежеспособности «Камская долина» является полностью неплатежеспособным, финансово зависимым и неустойчивым обществом. Никто не обращался к нам с заявлением о намерении предоставить на каких-то условиях должнику денежные средства для завершения строительства. По словам временного управляющего, общая сумма долга «Камской долины» свыше 985 миллионов рублей. Из них большая часть – требования несостоявшихся хозяев квартир. К примеру, эта высотка на Углеуральск возведена на четверть. Для завершения строительства необходимо около 240 миллионов рублей. Люди надеются на поддержку властей. В случае банкротства «Камской долины» только в жилом комплексе «Весна» обманутыми окажутся около 700 семей. Впрочем, некоторые еще надеются, что компания все же найдет средства для достройки многоэтажек. Иначе придется скидываться на жилье вновь. А большинство – это не по карману. Многие и так выплачивают ипотеку за жилье, которого нет. Евгений Гуляев, Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. В Перми эвакуировали Департамент общественной безопасности и ряд других организаций. В доме номер 10 по улице Сибирская, где они расположены, нашли подозрительный бесхозный предмет. Это случилось около трех часов дня. Сверто какой-то вызвали кинолога, все службы. Собака понюхала, ничего нет. Обнаружили просто неизвестный предмет. Неизвестный пакет? Предмет. А, предмет? Да, ну там аккумулятор, где мы были. Ничего страшного. Ничего страшного. А где обнаружили этот пакет? Где-то? Там подлесил. Сотрудники позвонили в полицию. Экстренные службы оцепили территорию, прилегающую к зданию. В ходе проверки под лестницей, ведущей на второй этаж, кинологи обнаружили пакет. Из здания эвакуировали 28 человек, сотрудников и посетителей нескольких городских организаций. Департамент общественной безопасности, управление гражданской защитой и казначейства. В пакете находился использованный аккумулятор. Оцепление сняли, люди вернулись на рабочие места. Теперь следователи ищут ответы на вопросы, кто и зачем оставил подозрительный предмет в здании, а главное, специально он это сделал или случайно. Благоустройство, распоряжение муниципальным имуществом, поправки в бюджет. Пермская городская дума провела 25-е пленарное заседание. Депутаты обсудили массу важных вопросов. За работой народных избранников наблюдала наша съемочная группа. Экономия, поправки, перераспределение. В ходе октябрьского пленарного заседания депутаты городской думы рассмотрели внесение изменений в главный финансовый документ Перми. За счет сэкономленных на муниципальных заказах срез в бюджете появилась сумма в четверть миллиарда рублей. Эти деньги потратят на решение ряда актуальных вопросов. Перераспределение где-то в порядка 250 миллионов, это так вот, на понимание где-то примерно 1% бюджета перераспределяется. И самые большие траты, которые мы предусмотрели, это увеличение расходов на уличное освещение, увеличение расходов на городской электротранспорт, на увеличение заработной платы работников дошкольного и дополнительного образования. Еще один важный вопрос повестки дня – утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми. Документ рассчитан на 5 лет. Это период с 2018 по 2022 год. В ходе реализации программы в городе появится несколько нужных объектов. Общая сумма программы порядка больше 5 миллиардов рублей. Но из таких вот крупных показателей, это 9 дошкольных учреждений будет построено, 5 школ, 7 межшкольных стадионов. Будут отремонтированы несколько спортивных объектов. И одно учреждение культуры – это дворец молодежи. Мы планируем отремонтировать. Серьезные дискуссии вызвал вопрос, связанный с повышением земельного налога. Дума приняла решение об установлении ставки 0,3% с 1 января 2019 года. Коснется это нововведение примерно 10% населения Перми. Вот эти территории частной застройки, которые у нас на сегодняшний день не подпадали подряд программ, которые в принципе шли по благоустройству в городе. Вот сейчас те деньги, которые дополнительно поступят в бюджет, чтобы поступали, в первую очередь тратились именно на цели благоустройства этих территорий. Потому что освещение, тротуары, проезжие части, в общем все требует большого внимания. Надеюсь, что вот это решение поможет нам в течение трех лет привести в порядок эти территории. Олег Романов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Энергия после утилизации в центре Перми установили контейнер для сбора батареек, который затем направят на переработку. Эта экологическая акция должна помочь сохранить природу региона. Эта акция направлена на популяризацию раздельного сбора батареек у населения. Если они неправильно утилизированы или если их выбросить с общим мусором, они могут нанести вред природе. Эти батарейки по классификации Российской Федерации входят во второй уровень опасности. И поэтому их нужно собирать раздельно и идеально сдавать их на утилизацию. При правильной утилизации из батареек можно получить 94% вторичного сырья. Это цинк, марганец, железо и графит. Которые затем могут быть задействованы в производстве разных предметов. От карандашей до рельсов. А вот просто выброшенная батарейка может нанести природе серьезный вред. Так как мы объясняем первоклассникам, одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Это территория проживания одного ежика, двух ротов или несколько тысяч дождев червей. А так, в принципе, у нас для взрослого населения, если будем объяснять, то одна батарейка у нас, скажем так, несет в себе тяжелые металлы. Металлы, которые у нас из организма не выводятся. Они имеют способ накапливаться, что может привести к таким заболеваниям, как рак. Контейнер находится на перекрестке улиц Петропавловска и Борченинова и простоит там до конца этой недели. Между тем, сбор батареек в Перми становится все популярнее. К экологически полезному делу уже приобщаются крупные торговые центры. Пермская станция скорой помощи для бездомных животных переехала на новое место. Теперь в распоряжении зоозащитников большой участок земли, на котором разместятся все их подопечные. Но обустройство территории подразумевает серьезные траты. О том, как посодействовать выздоровлению животных, расскажет Евгения Чернявская. Мы работаем два года. Собаки прибывают практически ежедневно, пока лечены. Кого-то мы лечим, пристраиваем, кого-то нам не удается пристраивать. В итоге у нас собралось энное количество животных, уже сейчас около 80. Половина, две трети из них инвалиды, пожизненные. И поэтому пристроить их практически невозможно. Раньше служба располагалась в помещениях на площади в 130 квадратных метров, оплачивая аренду. Но активисты добились того, чтобы мэрия выделала из фонда муниципальной собственности новую площадку – участок земли в один гектар. Большая площадь позволит разместить на нем все необходимые объекты – станцию скорой помощи, вольеры, площадку для вугла собак, а также реабилитационный центр для животных-инвалидов. Площадь помещения на новом месте составляет 450 квадратных метров. Это в три с половиной раза больше, чем на предыдущем месте. Здесь разместят собак, которых нельзя содержать на улице. Но для этого сперва необходимо провести косметические, а в некоторых комнатах и капитальный ремонт, а также хорошенько прибраться. А потому здесь остро нуждаются в рабочих руках. Здание пока отключено от всех коммуникаций, кроме электричества, поэтому с каждым днем здесь все холоднее. Активисты намерены утеплить здание и хотя бы на первое время запустить электрическое отопление. На улице работы ничуть не меньше. В первую очередь это уборка территории. Место находилось в запустении в течение восьми лет. Сейчас общественники озабочены перевозом животных со старого места на новое. Сделать это нужно как можно скорее, пока не грянули морозы, поэтому в срочном порядке строятся вольеры для здоровых собак. Для нас строительный материал, стратегический строительный материал, поддоны. А из этих поддонов мы делаем конуры, вольеры, стенки, будем делать кухню. Нам нужны поддоны для уличных собак. Очень. Помочь можно по-разному. Финансово, рабочей силой, стройматериалами. Список нужд опубликован в группе «Зоохелп», «Антидокхантер», «Пирим» ВКонтакте. Там же все реквизиты службы. Евгения Чернявская, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей. Промышленная площадка стала арт-пространством. В Перми открыли новую галерею, которая находится в одном из помещений приборостроительной компании. Как говорят у строителей, пока что для горожан необычный выставочный зал будет работать один день в неделю. Где он находится и что там экспонирует, увидела наша съемочная группа. Перекресток улиц Белинского и 25 октября. Практически над ним расположен переход, по которому сотрудники Пермской научно-производственной приборостроительной компании идут из одного здания в другое. Сейчас в этом стеклянном коридоре длиной почти в 100 метров открыли галерею. Необычный выставочный зал стал еще одним проектом Пермского культурного пространства «Часовой завод». Вытянутое, по сути же, стеклянное пространство, стен здесь нет, поэтому, наверное, классические картины здесь сложно будет выставлять. Но мне кажется, что для экспозиции как раз фоторабот и для экспозиции арт-объектов объемных оно подходит прекрасно. На самом деле работы начинают играть какими-то новыми красками, потому что появляется объем, они практически находятся в воздухе. Первыми в новой галерее «Переход» представили работы пермских авторов. Фотографа Алексея Гущина, скульпторов Альфиза Сабирова и Рустама Исмогилова. Автор известного арт-объекта «Пермяк соленые уши» показывает здесь свои извояния, созданные за последние 20 лет. Как говорит Рустам, помещение тут интересное и необычное. Свет постоянно меняется, и это позволяет взглянуть на работы по-иному. К тому же его скульптуры напрямую связаны с заводской тематикой. Работы выполнены из металлолома, то есть скульптура вообще она вся завязана на промышленности и на технологии на самом деле. Потому что это все равно, будь то литье, ковка, сварка и так далее, тем более 130-летие изобретения сварки в этом году. И я свои работы тоже увидел с подсветкой, увидел немножко как бы по-другому. Ну и приглашаю всех тоже это оценить и посмотреть. Не только в статике, но и в динамике. Это пространство может стать и местом проведения модных показов. Первой среди кутюрье свою новую коллекцию показала пермский дизайнер Елена Старикова. Как говорят организаторы галереи, выставку скульптур и фоторабот планируют продлить до 15 декабря, а затем сменить экспозицию. Вообще нам хотелось создать центр для молодежи. У нас сегодня на предприятии работает более 30% молодых людей до 30 лет. И для нас это, скажем, очень важно. И большое я хотел сказать спасибо нашим устроителям, я имею в виду художникам, скульпторам. Пока эта галерея все-таки остается производственным помещением и открывать его для широкой публики будут раз в неделю по субботам. Но зайти в галерею «Переход» можно будет совершенно свободно, не приобретая билеты. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.